Когда вы свою идею превращаете в технологию, вам кажется, что вы уже в пяти минут от успеха. Это совершенно не так. На самом деле технология это тоже самый-самый начальный этап. Технологию продать невозможно, ее никто не купит. И вам надо делать в сущности, в нашем случае программу. То есть нечто, что человек может скачать, установить, пользовать, полюбить, стать вашим лояльным кастомером. Но тем не менее, даже имея программу, это еще не бизнес и никоим образом даже не программный продукт. Следующее, что вам предстоит сделать, это предстоит из вашей программы, вашей технологии, вашей идеи сделать продукт. У продукта, во-первых, должна быть какая-то концепция продвижения, у него должна быть поддержка. Человек должен, покупая ваш продукт, испытывать какие-то теплые чувства по отношению к вам хотя бы первые 15 минут после покупки. Но даже сделав продукт, в сущности, вы еще не построили бизнес, потому что один раз продав, или даже продав какую-то месячную подписку, вы никаким образом себе не гарантируете, что этот человек вам захочет платить больше, чем один раз. И построение такого канала постоянного получения денег от счастливых клиентов, это и есть построение бизнеса, это и есть сущность и конечная цель вашей идеи. То есть дорога достаточно длинная, у компании Parallels она заняла там, наверное, лет 15, и мы, в общем-то, все, что можно было делать неправильно, мы делали неправильно. Поэтому путь это очень интересный, и такой, шишки набиваются очень часто. Теперь немножечко я хотел бы сказать о планах. То есть стартапы, когда приходят, у них обычно очень хороший, очень быстрый план. Сейчас мы там посадим 100 человек, они умные, они учились в институте, они напишут нам продукт, ну, за год, и все будет замечательно. Планирование нужно, это надо понимать. Но смысл планирования, он заключается не в том, что вы описываете дорогу, по которой вы пойдете, а смысл планирования заключается в том, что, в сущности, вы договариваетесь с той командой людей, с которой вы будете работать долгие годы. Поэтому надо понимать, что ваши планы, они, в общем-то, не имеют никакой ценности, но избегать процесс планирования не следует. Это такая типичная ошибка в некий момент отрицания ценности планирования. Команда. Очень важно, что вы работаете с теми людьми, которые с вами будут работать долгое время. Вот из компании Parallels, те там 4-5 человек, которые изначально ее организовали, они все до сих пор с компанией Parallels. И тут важны, в общем-то, все аспекты команды. То есть люди могут не подходить к вашему команду по разным параметрам. Человек может быть тупой, к сожалению, рано или поздно вам придется от него избавиться. У человека может быть очень своеобразная мораль, не совпадающая с вами. В общем-то, даже не важно, у вас лично правильная мораль или нет. Главное, что ваша команда разделяет ваши ценности моральными и руководствуется такими же критериями успеха в жизни. Ну и, соответственно, конечно же, важна область парфессионализма человека. Сильный лидер или несколько сильных лидеров тоже... То есть вот картинка, которая здесь, да, вот если кто-то сплавлялся на подводных ловках, он знает, что хороший, сильный рафтер, он может команду рафтеров организовать так, что они проедут как по реке Волга по любому участку. А если люди неопытные, то они там раз 10 или 20 перевернутся по дороге. План обязательно надо иметь план, каким образом вы достигнете большого оборота. Не важно, если этот план там имеет какие-то недостатки. Понятно, что он обязательно имеет недостатки. Но если вы в плане зарабатываете, там, не знаю, 100 миллионов или 500 миллионов в год, то, по сути дела, в вашей идее что-то не так. То есть вы всегда должны стремиться к какому-то покорению мира, скажем так, просто. Очень важная вещь, которую тоже мы принимали очень долго, да, то есть понятно, что в мире, в общем-то, можно сделать практически что угодно. Но многие вещи рекламы требуют либо слишком много времени, либо слишком много денег. Ну, там, простейший пример, чтобы пояснить мысль, да, вот если бы не было интернета, и у меня возникла бы идея интернета, это не бизнес. Такую вещь бизнес потянуть не может. Такую вещь может потянуть, там, Министерство обороны США, у которого бесконечное финансирование и бесконечное время. Поэтому вам нужно подумать, то, что хотите вы достичь, это можно сделать за реальные деньги и в реальное время. Конкуренция. Очень часто, вот, например, когда мы встречаемся там с стартапами какими-то, стартапы говорят, у нас нет конкуренции, это мы первые в мире. Конкуренция есть всегда. Потому что если конкуренция ничего не присутствует, да, значит, вы делаете что-то, что людям не нужно. Поэтому нужно четко идентифицировать, кто вам конкурент, и как вы с ними будете бороться. Да, понятно, что с компанией Microsoft или Google бороться напрямую бесполезно. У них там, у Microsoft 91 тысяча людей. Из них там треть – это software-инженеры, не самые глупые людьми. Поэтому вам нужно понимать, каким образом вы будете работать так, что на Microsoft вас случайно не затопит. Фокус. Это вот вещь, которую мы, к сожалению, выучили очень тяжелым образом. Реально, когда вы маленькая компания, вы постоянно видите какие-то дополнительные бизнес-оппортирнити. Да, там, скажем, мы сделали продукт, там, под операционную систему Windows. А есть еще в Mac OS. Давайте мы быстренько напишем. На самом деле, особенно в первое время надо фокусироваться. Потому что любая вещь, которую вы делаете дополнительно, она требует намного больше ресурсов, чем вам казалось. Временных и людских. Поэтому фокусирование и безжалостное в неком плане расставание с дополнительными идеями, даже которые кажутся очень хорошими, это очень важно. То есть мы даже до сих пор периодически режем проекты, понимая, что они приводят к фокусировке нашей команды. Камаку.